Большинство российских Боингов и Аэрбасов западной лизинговой компании потребовали вернуть. Наш обозреватель Дмитрий Барбыш решил выяснить, так на чем же мы будем летать в ближайшее время. На онлайн табло вылета в Шереметьево появился Кастанай по новому направлению. Теперь летает авиакомпания Россия. Самолет будет Суперджет-100 отечественного производства в двухклассной компоновке. На борту могут разместиться 75 пассажиров экономического класса и 12 мест на борту есть класса бизнеса. Он уже освоился в небе. Там может заменить Боинг-717 и 717-200. Сухой Суперджет с пассажирами впервые взлетел в 2011. Компоновка салона от 75 до 98 кресел. В зависимости от модификации дальность полета более 3000 километров. Лайнер незаменим на региональных рейсах. Можно ждать, допустим, большое воздушное судно, которое будет раз в неделю летать в аэропорт какой-то региональный. А можно поставить сухой Суперджет, который будет летать каждый день. Суперджет создавали вместе с ведущими зарубежными компаниями. И многие импортные комплектующие уже попали под санкции. Так партнеры отказались обслуживать двигатели совместного российско-французского производства. Будет решаться проблема с двух сторон. С одной стороны, освоение ремонта уже поставленных двигателей САН-146 на территории России с использованием российских комплектующих. С другой стороны, конечно же, уже давно идут и работают по созданию двигателя ПД-8. Это полностью отечественный двигатель. А это уже МС-21 – среднемагистральный самолет. Самый востребованный в мировых авиаперевозках. Сконструирован в России. Первый полет совершил в мае 2017-го. Та конструкция, которую здесь мы имеем, это главное – это композитное крыло и двигатели с хорошей экономичностью. Композитное крыло – это не дань моде, а это вынужденная мера, которая позволяет сделать крыло большого удлинения. А крыло большого удлинения имеет хорошее аэргономическое качество и малое сопротивление при этом. Это готовая альтернатива Боингу 737 Макс и Аэрбасу А320. Изначально на самолет планировали поставить американские двигатели. Сейчас их нужно, что называется, импортозаместить и увеличить объем производства для будущих российских самолетов. Сдвижка серийного производства на год и на два, она будет заполнена организацией серийного производства уже существующих. Модели, я имею в виду Ту-214 и при необходимости Ил-96-400 широковизеляжного самолета. В середине марта вице-премьер Юрий Борисов приезжал в Татарстан, встречался с главой региона. На Казанском авиационном Ту-214 сегодня выпускают только по спецзаказу. Теперь производство расширит до 10 машин в год. Мы считаем, что это задача посильная для нас. Понятно, необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов. Наша часть, значит, подготовка кадров, специалистов, инженерных, рабочих. Мы с этой задачей справимся. Ту-214 может летать на высоте до 12 тысяч метров. С 2001 года его успешно эксплуатируют несколько российских авиакомпаний. Специфика этой машины является увеличенный запас топлива и увеличенная дальность полета, что позволяет самолету без каких-либо проблем из Москвы долетать, например, до Хабаровска. Ил-96-400 широкофюзеляжник. Разработан в 2000 году. От своего предшественника модель отличается большей дальностью. Он закроет основные потребности как по полетам на Дальний Восток из Европейской части, так и за рубеж, куда летают большие эйрбасы. Ил-96 – это и борт номер один. Самолет российского президента. Еще одна российская машина – Ил-114-300. Новый гражданский турбовинтовой самолет. Он может взлетать и садиться на слабо оборудованные грунтовые полосы. Незаменим для региональных перевозок, в том числе в условиях Крайнего Севера. Здесь нет импортных замечаний. Он целиком наш. Российская сборка от начала до конца. То есть и двигатели? И двигатели, и все детали – все наше стоит. Все полностью. Самолет «Байкал» со временем заменит рабочую лошадку «Ан-2». Для региональных перевозок авиапром готовит целую линейку винтокрылых машин. На момент введения санкций у российских авиакомпаний было 1367 самолетов. 78 из них арестованы за рубежом. Всего западные лизингодатели запросили обратно более 500 машин. Весь авиапарк, имеется у иностранных самолетов, останется в России. Большинство. Они внесены в российский реестр, они перестрахованы российскими страховыми компаниями. Есть еще и совместный проект «Россия и Китая» – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет «Сиар-929». Его планируется оснастить либо российским, либо китайским двигателем. Заказчики увидят машину не раньше 2027 года. А Россия к 2030-му хочет построить 500 своих авиалайнеров. Запустит правительство и программу, чтобы компенсировать пассажирам часть стоимости билетов. В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготный билет на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительства и запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Речь идет о рейсах, которые состоятся, как тоже было сказано, в самый активный период перелетов с апреля по октябрь текущего года. Европейский производитель ищет замену российскому «Титану» из России. «Аэрбаз» получал половину этого металла. Вводя санкции, западные страны подрезали крылья собственному авиапрому. Дмитрий Барбыш, Александр Зазуля, Оксана Стерихина и Ирина Слепцова. Программа «Вместе».